Закон налоги и права Зарабатываете деньги, но не можете их удержать и правильно распределить? Переживаете за сохранность своих финансов? Много денег уходит на ветер, протекает с вас пальцы как вода? Если хотя бы на один вопрос вы ответили «Да», то эта программа для вас! Сегодня мы рассмотрим одно из направлений клуба юридической и финансовой грамотности «Аркада Грант», обучающий игру «Денежный поток». И познакомимся с тренером реализации личных целей Викторией Мартыновой. Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, почему игра? Как игра может быть интересна взрослому человеку, у которого мало времени? В игре мы можем ставить цель. В игре мы можем видеть свои сильные и слабые стороны. Можем оценивать свои ошибки, быстро их исправлять. В игре мы создаём модель своего правильного поведения, которое переносим в жизнь. То же самое у нас происходит в жизни и вне игры. Но на это выходит гораздо больше времени, месяцы, годы, а иногда и десятилетия. Помимо самой игры в рамках занятия даётся базовые знания по личным финансам, которые тут же проигрываются в процессе обучающей игры. То есть происходит переход из теоретических знаний в практические навыки. Скажите, пожалуйста, на чём основана игра? Игра основана на обучающем материале и опыте Роберта Киосаки, который создал эту игру. Роберт Киосаки — это инвестор, финансово свободный человек, автор многих книг, обучающих семинаров по финансовой грамотности. Что такое финансовая грамотность? Представьте, мы нашли 100 человек. И каждому из них дали по 10 тысяч гривен. Как поступят бедные люди, не знающие основы финансовой грамотности? Они просто потратят все деньги на 7-минутные желания. Купят себе безделушки, новый телефон, новые игрушки, а тратят на развлечения. Как поступят богатые люди, которые владеют азбукой финансовой грамотности? К концу месяца они как минимум удвоят первоначальную сумму. Уловили разницу? К сожалению, у нас, да и во всем мире, ни в школе, ни в институтах, не учат финансовой грамотности. Некоторые люди профессиональные, экономисты, бухгалтера, финансисты. Но не путайте эти профессии с финансовой грамотностью. Экономистов, бухгалтеров, финансистов учат считать чужие деньги. А финансовая грамотность – это искусство сохранения и приумножения личного капитала. Киосаки предлагает следующую систему понимания этого. Здесь вы видите ключевые понятия, которые лежат в основе финансовой грамотности. Назовем эту колонку «Отчет о доходах». Это расходы. Или вместе – отчет о прибылях и убытках. Эти данные составляют балансовый отчет, в котором есть активы и пассивы. С этих понятий начинается финансовая грамотность. Основная проблема большинства людей заключается в том, что они путают активы с пассивами. В чем же разница? Вера, скажите, пожалуйста, если вы купили квартиру, она для вас является активом или пассивом? Актив, конечно. А как вы будете ее использовать? Буду в ней жить. Скажите, у вас добавятся расходы после приобретения квартиры? Да, добавятся, так как надо будет сделать в квартире ремонт, покупка мебели, коммунальные услуги. А доходы в этой ситуации добавятся? Нет, я считаю, что доход не влияет на покупку квартиры. Скажите, если квартира, которую вы приобрели, является активом, то что тогда пассив? Знаете, я никогда не связывала понятие пассив с деньгами. Дело в том, что у большинства искаженные понятия об активе. Большинство людей считают любые материальные ценности, драгоценности, машины, яхты, квартиры, дома, замки, дворцы. Они считают это активом, но на самом деле это не всегда так. По определению Киосаки, финансовый актив – это все, что приносит вам деньги, а финансовый пассив – это все, что отнимает их. Другими словами, если вы останетесь без работы, активы вас накормят, а пассивы вас съедят. Вера, исходя из этого приобретения, квартира – это актив или пассив? А в том случае, если я буду жить в этой квартире, то тогда будет квартира являться пассивом. Если же я буду сдавать квартиру в аренду, то тогда она станет активом. Абсолютно верно. А теперь давайте посмотрим на основную причину финансовых трудностей. Она кроется в том, что большинство людей концентрируется на своей работе. Допустим, работают супруги, и, может быть, один из них увеличивает количество источников дохода. Работаем больше – получаем больше дохода. Их доход начинает расти, и они продолжают упорно трудиться. Посмотрите, как это выглядит на схеме. Проблема в том, что вместе с вашими доходами растут и ваши расходы. Чем больше появляется денег, тем мы покупаем больше домов, машин и так далее. Ведь наш учитель, что все это активы. Но теперь вы знаете, что это пассивы. Они едят наши деньги. Вы больше работаете, ваши расходы больше растут. Ваши пассивы увеличиваются. А тут на тебе сокращение, кризис. И в результате вы теряете источник своих доходов. А как же расходы? Они остаются. А пассивы? Они тоже остаются. И требуют расходы на их содержание. Вот тут мы и приходим к финансовой неустойчивости или к финансовым трудностям. А если бы вы стремились к тому, чтобы не работать ради денег, а чтобы деньги работали на вас, то даже потеряв работу, вы смогли бы жить на свои активы. Накопление пассивов и отсутствие активов ведет к финансовой неустойчивости или к финансовым трудностям. Виктория, вы всем предлагаете заниматься бизнесом? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Чтобы заниматься бизнесом, нужно обладать определенными качествами, которые есть не у всех. Этому нужно учиться. Да и само занятие бизнесом может привести к тем же результатам, как и в приведенном примере. Если бизнес будет сконцентрирован только на доход. А полученный доход тратится на приобретение всевозможных ценностей, то есть на пассивы. Заметьте, я говорю не о том, как человек зарабатывает деньги, а говорю о способе мышления. Нужно сконцентрировать внимание не на доходах, а на активах. Приобретая что-либо оценивать. А что я приобретаю? Актив или пассив? И делать выбор в пользу активов. Именно это мышление мы тренируем в процессе игры «Денежный поток». Игра дает нам возможность в легкой форме освоить основу бухучета. Инвестиций и финансов. Чтобы применить эти знания и навыки на практике. В нашем мире глобальный перемен, финансовая грамотность очень важна. Всегда помните, вне зависимости от того, как развивается экономика, ваше финансовое благополучие зависит только от вас. Один из принципов обучения – это повторение. Поэтому помните, чем больше вы играете в игру «Денежный поток», тем богаче вы становитесь. Регистрируйтесь на игру по телефону 7373-008. Больше информации о тренинге по финансовой грамотности и игре смотрите на сайте www.arcada.o.ua. Я благодарю вас, Виктория, за столь интересную информацию. Мне приятно поделиться со всеми зрителями своими знаниями. Я приглашаю всех присоединиться к нам. Приходите на тренинг «Игру», которая поможет вам реализовать свои финансовые цели. Аркада Гранд уже 8 лет предоставляет весь спектр юридических и бухгалтерских услуг гражданам и бизнесу. При этом мы работаем по ценам 2013 года. Приглашаем вас также посетить недорогие, но очень эффективные семинары и тренинги, проводимые клубом юридической и финансовой грамотности «Аркада Гранд». В ближайшие дни запланированы семинар по кадрам или «Как не платить штрафы?» 36 тысяч и более. Семинар о проверках, что нужно знать при встрече с проверяющими органами. Тренинг по личным финансам и бизнес-ыграб «Денежный поток». Тренируем чутье на деньги. Запись по телефону 737308. Смотрите подробную информацию о торговой марке «Аркада Гранд» об услугах и семинаре на сайте www.arkada.od.ua Приглашаем вас также посетить недорогие, но очень эффективные семинары и тренинги, проводимые клубом юридической и финансовой грамотности «Аркада Гранд». В ближайшие дни запланированы семинар по кадрам или «Как не платить штрафы?» 36 тысяч и более. Семинар о проверках, что нужно знать при встрече с проверяющими органами. Тренинг по личным финансам и бизнес-ыграб «Денежный поток». Тренируем чутье на деньги. Запись по телефону 737308. Смотрите подробную информацию о торговой марке «Аркада Гранд» об услугах и семинарах на сайте www.arkada.od.ua Материалы для программы «Закон налоги права», как всегда, подготовили специалисты компании «Аркада Гранд». Также специалисты компании предоставляют весь спектр бухгалтерских услуг, от консультации до полного ведения бухгалтерского обслушивания, как предприятий, так и предпринимателей. Также компании предоставляют полный спектр юридических и бухгалтерских услуг, от консультации до полного ведения и сопровождения. На сегодня все. С вами была Вера Пилипенко. До новых встреч!